мы приехали в шарон спрингс мы уже тут были несколько раз вот это бэкман это фирма производит продукцию по уходу за кожей лица и тела с добавлением козьего молока я бы не сказала что она какое-то супер-супер потому что у меня было и ничего особенного я не увидела это вот гостиница american hotel она еще действующая такое историческое село и вам сейчас покажу еще пару отелей которые были построены именно для евреев для еврейской комьюнити и сюда приезжали богатые люди богатая интеллигенция вот это вот кафешка такая мы там кушали летом вернее полинка кушала макароний чиз а мы пили водичку и кафе и кофе взяли соленкой ладик забери пожалуйста у меня этот зонт закрою вот он не мешает немножко такой дождик идет да ну ничего смотрите какая красота тут он то идет то не идет уже не идет вот это вот магазин мы тут были с аленой да это там из-за там продают мейла всякое сделанное из трав в общем сухие травы букеты и людей практически нет потому что сейчас вторника мы были смотри какая вообще тишина сейчас я я на эту сторону быстренько пройду чтобы показать там был какой-то ивент видите кресла там кресло палатка для собачек вон мешочки какая тишина вообще людей нет такое впечатление ну вот какое вы видите такое впечатление зато есть урны так что тут было да это исторический тур вот ездили на машинах на лошадях это готель ирия 1870 год в общем без слов называется вот это тоже отель вот этот отель не работает он заброшенный вот это антик магазин античный но он закрытый он закрытый вау какой огромный ну вот продают антик все это очень старинная все это очень старая древняя понимаете очень красиво но все древние тут когда-то было очень оживленное место очень вот этот вот отель он весь был он весь был наполнен людьми он пустует заброшенный вы понимаете какие тут места просто сюда люди приезжали из города нью-йорка заселялись в этот отель и отдыхали понимаешь как сказать душой и телом отдыхали сейчас покажу вам этот сад прекрасный сюда они заходили в эту красоту понимаете выходили на балконы я тут смотрю что еще убирают все сухое видите фонарик горит такие скульптуры интересные мы тут гуляли с детьми да с ванька и с полиной фонтанчик смотрите какой он сейчас не работает вы можете себе представить в такой красоте жили люди он довольно большой этот отель из нью-йорк-сити приезжали для того чтобы надышаться воздухом посмотреть на такие шикарные краевиды да куда пойдем здесь есть источники источники да да на воды да вот сейчас мы подойдем посмотреть это было на купальня старая купальня делают ремонт мы сможем все-таки надеемся что ее восстановят но как-то очень медленно как-то очень медленно да это что у нас ну да это показано как люди тут отдыхали ты чё владик зачем не надо ну вот эти мужчины бывают как дети все сорвать надо люди живут здесь но очень мало людей ну сейчас дождик идет никто не гуляет смотрите какая тишина просто какая-то вот красота и тишина мы сейчас посмотрим на эти купальни и пойдем туда почему не вид не ведутся ремонты субботу воскресенье мы были мы думали что закрыто на выходные дни очень очень плохо чуть-чуть там начали видеть нет движения особого то делает никаких табличек все так скрытно скажи как ты все да вообще ну я всегда умиляюсь вот этими мраморными женщинами фигурами какая красота просто бесподобно бесподобно почему окна открыты там тогда не было открыто бесподобие какое прямо хочется потрогать какой мрамор холодный почему вторник и не работает ну-ка о да это были купальни именно ну ты смотри если вот это вот сделать это были купальни да кто-то это все выкупил написали пост это как оно вообще открывается а я поняла оно наверное вот так вот двигается делают ну как да я понимаю эти сауны сауны видишь как на втором этаже да да эти сауны там с солью да это у нас Спа Кастл был недалеко Колледж Пойнт недалеко от Нью-Йорка мы все время туда ездили но оно что-то очень медленно все это делается в начале лета было мы уже думали что оно построится смотрите какой мрамор великолепный а какое великолепие просто красота там вообще ничего не сделано вообще ничего не сделано да какой-то не мне это не нравится так что должны делать все ну как это так даже если начнут делать еще не скоро вот что вот это было вот что это было вот это был фонтан внутри вот что было смотрите видите старые машины тут останавливались вот что был такие душевые купальни душевые такие купальни да 1860 1860 год что вы хотите это был отель и сулфур сулфур это что за сулфур сулфур это такие соли а соли да соли солевые ванны смотри вот как оно все открывалось оно наверное двигалось да вот эти вот двери и там внутри получается вот такой вход получается да наверное ну вот смотрите какая вообще красота фонтан спа да ты сидел и дышал наверное вот этими а вот это с задней стороны пациенты могли вдыхать испарение сульфурных солей магнезия вот видишь написано пациенты вдыхали назывался white sulfur white sulfur bathhouses 1876 год дождь такой уже пошел болезни с легкими короче это была старинная спа короче спа это была старинная спа которая почему то до сих пор и вот там вот огромное еще в той стороне семечный комплекс вот это это будет музей они сделали но еще не доделали этот музей мы тут ходили не знаю можно ли как говорится пройти но я быстренько пройду этот музей должен показывать жизнь которая была в то время то есть то есть это должны показывать типа это general store exhibition ну вот эти все как бы того время магазин должен быть они ремонт тут делали но еще не открыли ничего дальше это да pardon our mess we are under construction понятно это должен быть докторский офис докторский офис пожалуйста это dress shop это должен быть у нас магазин одежды ой как пахнут эти цветочки это должен быть print shop ну вы понимаете печатный это синагога это синагога да это синагога должна быть открыта тоже как интересно смотрите как красиво все сделано ну да тоже ничего не открыто еще это тоже непонятно что-то будет вот пожалуйста вам и вот это возможно кафе даже невозможно а скорее всего что они сделают кафе в том стиле кафе в том стиле кафе в том стиле где можно будет что-то купить а вот музей будет видишь а это будет музей а да 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 что-то очень долго все рабочих нету николас джирд фэмили фаундейшн Главное что сделали уже вот эту стойку очень медленно все проходит очень все медленно очень все медленно какая дверь красивая а какая красивая дверь ой там елки-палки там вообще вот сейчас я сделаю тут такие стекла что да там все ободрались смотри что старое надо все делать новое ободрались вот людей нету здесь на работе а билдинг пермит с 24 до 25 и каждый раз нужно будет пермит этот делать дай сколько тут заброшено разрешение заброшено все прям валится видишь да все заброшено город призрак я бы назвала а где люди сейчас вторник почему никто не работает ну да так это его что ли дом николас джаред фэмэли джаред джурид джурид или джаред джаред перекосился весь да они его забором обнесли шикарным да действительно печальное зрелище жило тут все в 1800 каких годах огромный дом огромный смотрите какие собаки да это была гостиница точно это была гостиница а не дом это две гостиницы hello do you know when it will be reestablished we're waiting to see this kind of museums very nice renovated spa Ну да, ну это как renovated, reestablished. Да, это была гостиница, точно. Главное, что его обнесли забором. Типа как ремонтировать будем. Да. А еще одна гостиница, если идти вон в ту сторону, мы не будем туда к огромному идти. Нет, ты хотел походить по вот этим улицам. Я просто прилаживаю глаз, что здесь вообще происходит. Да, тут все заброшено, смотрите, огромный дом. Гостевой дом был, гостиница. Тут даже нету магазинов с продуктами питания, если на то пошло. И люди куда-то ездят закупаться, а ближайший центр это мы, это Форд Плейн, это Канаджахари. В Канаджахари тоже нет магазинов, где с продуктами. То есть это Палатин Бридж, Палатин Бридж. Секурно заброшки, огромные дома. Огромные. Ну потому что тут нет никаких предприятий, ничего. Это историческое место, это историческое место с гостиницами 1800 каких-то годов. И то люди вон вкладывают в этот музей, Jewish Museum. Ну вот этот домик реставрировали, скорее всего. Там люди живут. Для квартир. Люди живут. Да, мы видели тогда летом, когда гуляли. Люди здесь живут. Welcome. Что значит welcome? А может там какое-то кафе? Да. Территория такая. Это просто такая была жемчужина именно для еврейского общества. Вот эти все гостиницы. Смотри, тоже. Да. Какие-то домики. Вот, вот отсюда видно. Посмотри, вон отсюда видно туго. О, вон оно. Шикардос, да. Там было шикарное. Сейчас я вам... Когда приезжали евреи из Нью-Йорка. Да, 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 да. Видишь, тут попроще. Тоже такая гостиничка. Мотели, мотели. Мотели, да. Это уже более современные, мне кажется, были когда-то. Сейчас вот этот дом. Там люди живут, поэтому мы не можем пройти. Тут живут люди. А вот там, вот та. Гостиница я вам покажу. Туда нужно обходить. И там на подходах вообще все закрыто. И написано, что вообще dangerous не входить. Я, например, боюсь, чтобы мне что-то на голову свалилось. Ой, давай сюда пойдем, смотри. Вон там что-то тоже. Мы сюда не ходили. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А, продается. Этот серый дом продается. Я думала, что у нас скучное село. Извините. У нас целый город с двумя тысячами жителей. Да, они ходили сюда. Лавки, широкие тротуары. Они, правда, поросли. Но смотри. Какие-то парки были. Абсолютная тишина. Там что-то еще какая-то постройка есть. Сейчас пойдем, дорогие друзья, все проверим с вами. Мы сюда не ходили тогда летом, потому что и Полина, и Ваня. И жарко было, и собака постоянно тянула костью. Деревья старые. Вы попали в историю с нами. Да, это мотельчик закрытый. Ну, вот этот дом реставрирован. Тут люди живут. Так, туда что у нас? Владик, вон туда что у нас? Люди еще какие-то ремонтные работы ведут. А, ясно все. Private drive. А где-то... Там как церковь, что ли, такое возвышение было. Do not enter. Все. 123. Там дальше дом. Не, не надо. Даже не имеем права туда заходить. Вот тут, конечно, очень осторожно. Надо ходить. Все заросло. Тут никто не... Там, в лесу. Вообще, я не знаю, зачем я сюда залезла. Мне не очень комфортно тут идти. Я потом оттуда, ты не спустишься. Обратно возвращаемся. Какой приятный воздух тут. Тут лес. Да, вкусно очень. Каким-то маслом даже каким-то. А где же... Где только что было, как башенка воздвигалась. Мы можем ехать на машине сюда, но пешком туда что идти? Не, я хотела, башенка где-то была, возвышалась. Да, туда нет. Идем обратно. Смотри. Павильон Эвеню. Павильон Эвеню. Давай пройдемся, может быть, по этой дороге. А там спустимся, да? Ты окей? Давай, давай. Потихоньку я могу. Быстро я не могу. Окей, хорошо. Тихоньку. Кое-что восстанавливает. Но очень много. Это мотель. Да. Не работают еще. Ну, потому что тут нечего делать. Когда все работало в те годы. Возможно, люди приезжали богатые в гостинице, а обслуживающий персонал останавливался здесь. Смотри, вот там вот восстанавливают это все. Дом этот весь восстанавливают. Вон работает. Видишь, желтый дом, свет. Дяденька. Вон, сейчас я покажу вам, что там люди работают. Сюда зайти нельзя. Не имеешь права. Ну, на улице, пожалуйста, ходи. Гостиница тоже. Секьюрити камера. Здесь гостиница была. Нет, я думаю, дом жилой. Нифига себе, какой жилой дом. Да, люди так жили. Смотри. Рум. Рум? Да, да, я думаю, рум сдавали здесь. Ты пойми, что это не только эти две гостиницы. Три тут. Та, которая работающая. Вот эта белая заброшенная. Та огромная. Бизнес был везде. Да. Это гостиничного типа. Наверное, ты прав. Это была жемчужина тех годов. Куда приезжали тысячи. Да, с Нью-Йорка. Keep out. Видите, написано. Огромные террасы. Это приемные дома. Детевые дома это все. В такой эрии парковой. Понятно? Что я о себе думаю. Продается этот дом. Ну да. Да, продается. Не, вы представляете, сколько нужно денег, чтобы его вложить? Чтобы в него... И вообще, ну и купишь ты. И что дальше? И что дальше будет? Что подается? Весенний будет? Вот это точно гостиница была. Тоже, смотрите. Тоже была гостиница. Небольшая. Мы тут не гуляли. Мы гуляли только по центральной улице. Но это даже очень интересно. Да. Смотри, а вот это что? Сейчас я только дойду до этого и пойдем вниз. Хочу посмотреть, что за красота. Это церковь какая-то. Скорее всего, да, это церковь. Церквушка. Красиво. Синагога, скорее всего. А, церковь, синагога, да. Это точно синагога. И она, скорее всего, действующая. Окна такие, из розетки. Да. Да, это синагога. Она действующая. 118. И она работающая. Люди, кто тут живут, они приходят сюда. Видите, куда мы вас привезли? Карта хождения. Она, он растянутый, видишь, как? Такая, как парковая. Да, парковая. Смотрите тоже, какой домик притаился. Супер дождь. Аминь. И там тоже, я думаю, по дороге дома, дома. Да. Такая долина. Нежилой. Нежилой. Вентилятор стоит в окне. И что? Ну, нежилой дом. А, как бы, вообще. Стулья там, диван. Это кажется, что нежилое. Я говорю, что живут. Скамейки везде. Красиво. Красиво. Красота. Мы с тобой еще раз гуляем сегодня. Да, хорошо. Сегодня у нас прогулочный день с тобой. Угу. Мы гуляли по Форт Плейну. А это в 20 минутах езды. Шерен Спрингс. Жемчужина. Село Жемчужина когда-то была. Но она уже очень на холмах. Я бы не хотела тут жить. Потому что приходится гулять. Туда вообще попробуй заберись. Там на какие-то карты должны быть. Ой. Вот тут живут. Там на... Домов маленьких нету. Нет маленьких домов. Здоровые дома. Хоромы заброшенные. Тоже это село. Это было село для отдыхающих. Тут же какой воздух шикарный. Несмотря на такую погоду, как бы... Уже не так парит. Но влага большая. Дождь то идет, то не идет. Какая красота. Смотри. Вы думаете, ездят на этой машине? Нет, не ездят. Ух ты. Все нормально. Окей. Эй, бот. Эй, беби. Это сеттер. Сеттер? Да. Как дела? Как дела? Как дела? Мы просто ходим вокруг, видим, что много домов осталось. Да. Да. Некоторые из них это шикарно. Да. Мы поговорили с человеком. Собачка у него такая дружелюбная. И вот там украинский флаг. Люди поддерживают Украину. Интересно. Тут вообще никого нет. Я спрашиваю, а где люди работают здесь? Он вообще понял, что я спросила? Или так себе? Так. Смотри. Не будет же он, конечно же, говорить, где конкретно кто работает. Смотри, какое-то тоже было. Да. Что-то было. Даже какое-то предприятие. Что-то похоже на мастерские какие-то. Паровозики рождественские, видишь? Это паровозик декоративный. Ну, что-то наподобие. Тут зимой приезжали, балдели. У них декорации. Да. Как было весело. Сейчас подумают. Опять какая-то собака там. Да, ну подумают. Что улазят, скажут тут. Что на тебя можно подумать? На тебя глядя. Что? Перестань. Не то, что как бы... Приезжают и смотрят, да? Да, да. А, это тоже ин. Пожалуйста, тебе. А вот это ин ты можешь воспользоваться. Ин. Wi-Fi. И, пожалуйста, AC. Это этот самый кондиционер. Подожди. Это не ин. Ин вон там. Стрелочка. Наверное. Ага. Понятно. Понятно. Значит, ин. То есть, там ты можешь остановиться. Звонить по телефону. 917-терия. Это Нью-Йорк-сити. Wi-Fi, AC. Бесплатный Wi-Fi, кондиционер и стрелочка. Вот, скорее всего, вот там, да? Прикольно. То есть, они вот там реставрировали, и ты можешь... Ну, потому что стрелка указывает. Владик, нет. Я разгадала загадку. Вот, вход отсюда. Вход отсюда. Вход отсюда. Это не может быть с той стороны. Там люди живут. То есть, если ты позвонишь по этому телефону, ты договоришься, и ты сможешь остановиться там. Ещё что-то? Это всё? Вот такой реставрировал. Да. Это хаус. 917-434-15-17. Это хаус, который сдаётся. Да. А здесь заброшено. Да, скорее всего, да. Там можешь остановиться, тут. Это не жилые дома. Они покупают эти дома и сдают. Сдавали комнату здесь. Слушай, смотри. А там вот с той стороны мужчина, он что-то делал. Не знаю. Что там наверху? Ну, вам так не видно, да? Возможно, какой-то номер и работает. Непонятно. Вот этот дом. Угу. Его купили уже. Угу. Видишь, почему? Я скажу, почему купили. Вон там камерка. Угу. А вон там свет лампочка. Где лампочка? Я не вижу. На втором этаже горит лампочка. Если станешь сюда, ты увидишь. Это дом купили. Нету там лампочки. Ничего не горит. Показывай. Смотрю лампочку. Это отображение. Уже не горит. Горела лампочка. Окей. Может и горела. Ну да. Деньги нужны, чтобы это все восстанавливать. Десятки тысяч. Тут надо десятки, сотни. Крышу начинать. Там вообще внутри. Да это скорее всего вот тот купили и вот этот купили. И восстанавливают. А тот дом уже может принимать. Да. Более-менее. А этот нет. Естественно. Ну на самом деле тут что? Тут гулять хорошо. Там есть кафешечки, есть магазинчики. Пожалуйста, гуляйте. Вокруг да около. Смотрите. Это мы привыкли к такому. Потому как у нас тоже такое село. А народ приезжает с Нью-Йорка. Там где 10 миллионов. Да тут просто выйдешь. Мы привыкли к такой жизни спокойной. Довольно. А тут вообще для них будет шок. Пока вот там не восстановят что-то. Здесь не будет людей. Надо посмотреть на интернете, что тут все планируется. Какой-то договорняк есть со штатами. 1910 год. СМИФ. Вон там договорняк. Видишь? Вон там. Н.В.С. Вот там. Табличка. Вот что-то он говорил. Я что-то читал. Да, да. Вот надо посмотреть. Видно сроки. Или ничего. В центре Шерон Спринт. Розбора. Они закрыты. Они закрыты, а дяденька там работает. Понимаете? Цветочки. А это, скорее всего, хозяйка вот этого вот магазина. Антик. Вон у нее. Понятно? Так кто же это все покупает? Я не понимаю. Она вообще ничего не продает. Она-то ей по наследству пришла. Ага. Там квартирка у нее на стороне. Угу. Заходила девочки. А, понятно. Она так просто. А это тоже? Что вот это такое? Ну, это кака-что. Да, понятно. Да, понятно. Смотрите. С пяти до девяти. Ужин. Четверг, пятница, суббота и воскресенье. Все. Иди сюда. Посмотри, какой зал интересный. И они делают только ужины. С пяти до девяти. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Тоже все досталось по наследству. Мужик даже ходит. Так, да. Не хочу я с ним сейчас разговаривать. Быстро ретировалась. А что ты вот боишься? Hello. We're just walking here and looking. Looking around, I see. Is that area going to be restored? Somewhere? That's historically used to be the area for people to come in from the cities. Yeah, the baths. Have a good time, pleasure. Yeah. Too many hotels, abandoned here. Oh, that's all this place is. It's all essentially is. It's, um... I don't know where to. Um, there's potential. What is there money? That's, uh... Over there, that's a kind of squad. A squad. A squad. A squad. A squad. A Bronx area. But it's not still done. Yeah. A lot of jobs should be done. It will never be done. It's a bunch of bullshit. They're... 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 Wanted tax breaks. And write-offs. They got them. And that's been going on now for 11 years. Ah. Okay. It... That... I'll talk up here. Yeah. I'll talk. Blah, 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 blah. But you are working, correct? We've been open for 14 years. We have a very successful restaurant. Ah. Yeah. It's like European food? Uh, not Thursday through Sunday. Uh-huh. Okay. You guys come up from down in the city? We just live in in Fort Plain. Oh, okay. We used to live in in New York City. But we moved in a Fort Plain couple years ago. Mm-hmm. So we just be in this kind of area around the Fort Plain. Nice. We'll try. Good deal. We'll be like I said Thursday through Sunday for dinner. Thank you. Have a good day. You too. Понятно, люди? Сказал, что никогда не восстановят эти baths, эти купальни. 11 лет. 11 лет. В таком, да. В таком, да. Владик выматерился, да. 11 лет что-то делают с мозгами. Перевожу Владикин этот. Вговаривают только. Да, только говорят. Теперь я понял. А то я как-то думаю. Они как-то, он сказал, что они играются с таксами, да? Что-то такое. Возможно, да. Скорее всего, был такой договорняк, что если они такси не будут платить, они будут восстанавливать. Ага. Такси не заплатили и всё бросили. Понятно. Начали движуху типа, что мы тут всё будем. Да, да, да. Я так понял, что договорняк был. Угу. То есть это как договаривается, да? Я поняла, да. Твой бизнес, такси не заплати, местный не дашь, но ты должен что-то сделать. Это каминок, да, и... Вот эта гостиница одна работает, но она тоже продаётся. Вот это вот кафе напротив гостиницы, оно дорогое. Угу. И вот это Black Cat кафе тоже. А в каком мы были? А, нет, мы в Black Cat кафе мы были, а Эмпориум это магазин. Там шоколад делают и продают тоже мыло, ну, всякое такое, в общем. А вот этот отель, он работает. Можешь тут остановиться и погулять. Ну, пока хватает для этого городка, этого отеля. С 1847 года этот отель. А вот этот вот был какой-то тоже дом, что-то они там... Наверняка магазин какой-то был или ещё какой-то зал, потому что написано, что там Sharon Spring Poetry Festival. Илья Каминский. Илья Каминский. Когда это было? А, это было в октябре в 23-м году. Наверное, там какой-то зал. Да. И вот этот магазин, он сейчас закрыт. Но он действующий, работающий. И вот это вот тоже подарочки там всякие. Это такой исторический центр, а там дальше наверху ещё есть. Люди живут. Там, по-моему, пару медицинских офисов. Смотри, они свет не выключают. Так, ну всё, мы садимся и едем. Нагулялись. Опять вам всё показали. Всем всего хорошего. Пока-пока. Для людей развивать ничего, что-то не особо хотят. Да, ещё раз, вот поснимаю вам. А очень жалко. Очень жалко. Он сказал, шейм. Шейм, стыдно, он сказал. Ну, шейм, это означает и стыдно, и типа обидно, грустно. Да. Что-то вот так всё. Его ресторан вот работает. Четверг, пятница, субботу, воскресенье. Всё заброшено. Какая вот эта гостиница была симпатичная, Росбара. Теперь понятно, почему мы приезжаем. И оно всё так. Мы приезжаем, ждём, что купальни откроют. Какая красота была. А купальни не откроют. Уже 11 лет такое. И незаконченный вот этот музейчик. И вот эта вот, вот этот вот там гостиница, то, что я вам показывала за лесом. Вон она, вот она, вот она. Продается там, там вообще огромная. Ну всё, теперь едем домой.